Привет! Как у вас дела? Как у всех? Сидите? Мы тоже сидим. Удивительное время, конечно, когда все оказываются в одинаковом положении, испытывают одни и те же эмоции. Каждый из нас посещает одни и те же мысли. Мне немножко захотелось сегодня об этом поговорить с вами. Конечно же, я все время думаю о врачах, которые сейчас на передовой утром, днем и вечером. Борются, так сказать, с врагом под названием пандемия. Хочется пожелать им здоровья в первую очередь, не терять силы духа, веры, надежды. Мы вас уверяем, мы с вами, тем, что находимся дома, никуда не выходим, молимся о вас. Все почести, награды, все будет в ближайшее время. Сейчас, конечно же, самый сложный период. Если будет нужно, мы выйдем все и шапками закидаем любого врага. Такая уж мы страна. А сейчас вы должны знать, что мы думаем о вас. Мы с вами. Никуда не ходим. Мы очень хотим, чтобы поскорее все закончилось. Ну, собственно говоря, она с вами. Не должно быть никакой паники. Больше позитивных мыслей. Физическая сила, мне кажется, немаловажна сейчас не забывать о своем физическом здоровье. Поменьше пить алкоголе. Лучше вообще без него. Особенно на последние деньги. Сейчас, как никогда, мне кажется, нужно сохранять трезвость ума. Мы не знаем, в каком мире мы проснемся завтра. Какие нам нужно будет принимать решения. И чтобы потом не обвинять огульно всех подряд, что вот за нас все решили, лучше, конечно, быть дееспособными, сильными и здравомыслящими. Если вы глава семейства, то постарайтесь эту свою маленькую страну оградить от лишней информации. Есть новости. В 9 вечера можно посмотреть, принять какие-то решения, скорректировать в завтрашний день. В зависимости от тех или иных принятых новых каких-то введений. Но постоянно, мне кажется, пережевывать какую-то информацию не нужно засорять свой мозг и слить время для просмотра хороших фильмов, прочтения замечательных книг, общения с детьми. И что может быть прекрасней? У меня очень быстро летят дни. Первый раз, когда я собралась, наконец, с силами записать какое-то видеообращение. Отодвинула все дела. Тут же ширма упала на Беллу. Еще там что-то произошло на кухне. Дел много. Успеть бы все переделать. Все важное и необходимое. Отодвинув все ненужное и лишнее. Но если так получилось, что вы все дела переделали, можно позаботиться о ком-то еще. Вспомните, если у вас есть знакомые, пожилые, которым нужна ваша помощь, которым никто сейчас не может помочь. Позвоните им, спросите, может быть, каким-то образом доставку, организовать продуктов. Может быть, еще как-то просто поговорить с пожилым человеком 40 минут. Сделать его счастливым. Но, поверьте мне, внимание приятно всем. Мы молодцы. Мне кажется, нашему народу присуща такая вот какая-то общая черта. В трудную минуту мы можем собраться и стать единым в целом. И это нас отличает от ряда других стран. Среди моих знакомых нет людей, которые бы сейчас находились в панике или в агрессии. В основном все философские относятся к этому моменту. Рано или поздно все закончится. Не бывает так, чтобы что-нибудь длилось бесконечно. Главное не совершать опрометчивых поступков. И не путать глупость с храбростью, например. Или безумие с героизмом. Много в истории интересных моментов, которые было до нас, естественно. Я имею в виду исторические события, которые мы читали когда-то в учебниках, в книгах. Которые нас восхищали, возможно. Ведь все же повторяется. Вы же замечаете, что все в этом мире. Когда-то уже было. Я имею в виду, например, историю императрицы Евгении, жены Наполеона III. Когда ее супруг издавал указы, спрещал людям выходить. Грозился штрафами. И уже люди были на грани бунта. Его жена вышла. Вышла в каждый госпиталь. Пожала лично руку каждому больному. Говорилась с ними. И успокоила тем самым. И как-то улеглись все страсти. Страна смогла вырулить из этой ситуации. Биспорг назвал тогда ее единственным мужчиной во Франции. Так вот, если вы не императрица Евгения. Если вы не давали клятву Гиппократа. Если вы не сотрудник МЧС. То, пожалуйста, оставайтесь дома. Маленький подвиг. В рамках вашего маленького государства, вашей семьи. И в рамках нашего большого государства, нашей страны и всего мира, который сейчас практически в одной и той же ситуации с нами находится. Этот маленький подвиг будет совершен. Поверьте, этого достаточно. Так делаю я, моя семья. Надеюсь, хороших новостей. Очень скоро уже будет больше, чем плохих. Я вас всех обнимаю. Жму вам руку. Передаю вам виртуальный поцелуй. Будьте здоровы. Вместе мы сила. Я верю в то, что все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok